Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константинович. Мы продолжаем знакомиться по теории УСИН, как взращивать свой организм, как очищать его. Ну и данная информация поможет, прежде всего, вам состояться не только как личность в жизни, но и открыть для себя, может, те нюансы или миры, которые вы даже и не подразумевали. Итак, мы закончили на перикарде и тронемобогревателе. Итак, перикард. Время отрочества. Сексуальная энергия уже познана, мужчины или женщины, и это называется время отрочества. Именно в это время все спускаются на грешную землю, далее стрелочка у нас идет, и у человека начинает зарождаться, либо проявляться элемент земля. Что такое элемент земля? Здесь много ума не надо, я думаю, вы поймете сразу, что человек должен состояться, либо ищет себя на земле, ищет себя в любых проявлениях. Кто-то в творческих, кто-то в познавательных, кто-то хочет увидеть эту землю и путешествует по ней. Кто-то ее изучает, кто-то ее познает, кто-то нашел свое ремесло и руками возделывает это ремесло, и радуется, это приносит ему радость, удовлетворение и жизненное спокойствие. Кто-то пришелец на этой земле, и он все-таки увидел, что он пришелец, и таки ему чуждо все это земное. Он воспринимает это все в штыки. Есть где-то согласие на этой земле, есть где-то несогласие на земле. В общем, на земле человек начинает проявлять себя полностью всеми качествами, которыми он наделен, либо которыми он, скажем так, в себе развивал. Эти качества мы уже знаем. Это культура, дух, это общение с англом-хранителем, это созидание в себе храма, это жизненный путь, поиск своей судьбы, и знание, что есть жизненная судьба. Это, конечно, сила человека, это все проявляется на земле. И потому, если человек не находит себя на земле, то элемент земли, а именно орган и меридиан желудок, и орган и меридиан поджелудочной железы, будет у человека уязвимым. Помните, что это два органа относятся к элементу земли, и здесь вот хотелось бы подчеркнуть, что у нас многие люди этим органам отдают очень огромное значение, хотя, хотя здесь вот хочу сказать, по знаниям, не только по физическим, то, что желудок принимает пищу, если некачественная пища, то он может ее вывести наружу. Поджелудочная, конечно, это самый на сегодняшний день тайный орган, который практически не исследован до конца. Вот, допустим, поджелудочная железа отвечает за голосовые связки. Какой голос у человека? Какая поджелудочная железа? Какая конституция у человека? Вот здесь в каждой стране есть конституция. В каждой стране есть флаг, гимн, допустим. Есть основной закон. Вот если в вашем теле, в вашем организме у вас есть ваше знамя, можно так сказать, ваш гимн, есть основной закон, который вы выполняете, вот такая будет у вас поджелудочная железа. А если у вас этого нету, то голос, допустим, вот уже по голосу можно определить, простите, человека. Противный голос, противная поджелудочная железа. Человек не уживается со всеми. Здесь надо обратить внимание на желудок и поджелудочную железу. Человек постоянно, ну, что-то в нем не так, и сразу сказывается на желудке, на поджелудочной железе. Потому что это два органа, которые проявляют себя на земле. Ну, допустим, все в детстве хотели, чтобы дети хорошо учились. Если поджелудочная железа будет слабенькая, либо, скажем так, капризная, либо, скажем так, неоткрытая, то человек учиться будет плохо. Но это не значит, что человек плохой. Это просто у него еще не раскрылся талант земли и поджелудочной железы элементов. Не открылись они еще. Ну, не пришло время. Потому многие родители бегут впереди поезда, объявляют, что сынок мой уже повзрослел, что сынок мой умный, молодец. Нет. Таланты все открываются, строя в определенное природное время. Это не значит, что если все учат стихотворение, то и ваш сын, допустим, или ваша дочь должна тоже выучить это стихотворение. Кому-то дается очень трудно. Почему? Потому что этот элемент земли не для него. Не может он состояться на земле в столь юном возрасте. Ему надо состояться после шестнадцати, после двадцати. Потому земля – это элемент очень тяжелый. Почему? Потому что человек, можно сказать, в поиске себя на протяжении всей своей жизни. Вот не зря говорят, когда человек умирает, многие стоят около гроба его и говорят, вот, слава Богу, отмучился человек. Чего ж отмучился он? Потому что кому-то даже жизнь уже и до сорока в тягость, а кому-то после сорока уже в тягость. А кому-то в шестьдесят человек еще не нажился. Еще открывает для себя миры. На земле исследует, учится, ищет, находит. И Господь ему открывает. Потому что, чтобы быть счастливым человеком, нужно состояться и найти себя на земле. Вот тогда человек будет счастливым. И если он не будет счастливым, то элемент земли может, полно для него, отразиться на органе и меридиане. Поджелудочной железы, простите, и на органе и меридиане желудка. Вследствие чего будет дисбаланс, дискомфорт, борьба между этими всегда органами и всеми предыдущими элементами. Дерево, огня, потом земли. Вот эти между собой будут органы, могут воевать. Чтобы этого не было, простите, человек должен уже в детстве, родители должны обращать внимание, говорят, какой ребенок с 5 до 6 лет, на что он обращает больше внимания, к чему он стремится, в том он и призван. И стесняться здесь нечего, как написано в Библии. Если в чем призван, то не стесняйся. Если, допустим, хочет ребенок быть врачом, то, конечно, нужно эту идею, скажем так, либо его желание детское, либо помните, что самое такое, что оставляет отпечаток у человека на всю оставшуюся жизнь, это детство. Детская вера, она очень сильная. Детское желание и детское, скажем так, воображение, ум. Понимаете, как себе ребенок воображает свою жизнь, какую он будет. Вот потом оно отражается на элементе земли, и человек восстанавливается на этой земле. Потому земля, элемент, в себе, скажем так, окутана очень большими тайнами, очень большими, скажем так, пока человек не пройдет через это все сам, не набьет шишки, не сделает выводы, скажем так, не вооружится знаниями на земле, он не состоится на земле. Поэтому здесь вот земля, это элемент очень коварный. Каждый человек должен найти себя на земле. Этот путь очень трудный. И здесь мы, как всегда, вспомним, что это называется судьба человека. И человек должен что? Ну, давайте возьмем поджелудочное железо, мы вернемся к поджелудочной железе. Вот человек, допустим, у него плохой голос, а он хочет быть оратором, он должен воспитывать в себе это, он должен воспитывать голосовые связки свои. Но если у него поджелудочная слабенькая, то он должен что? Найти себя. Может, это не его быть оратором. Сейчас вот, знаете, как вот многие пытаются найти там человека, который бы красиво говорил, вот красиво одевался. А если это не человека, это не его? Вот, бывает, люди и страдают из-за этого очень сильно. Потому каждый на земле, как написано в Библии, и это правда, это истина наша земная человеческая, каждый ищет своего. Вот я ищу свое, вы ищите свое. И если вы не находите своего, то страдает желудок и поджелудочная железа. Помните, поджелудочная железа, здесь мы больше, конечно, дадим времени поджелудочной железе. Почему? Потому что это своеобразная матрица в нашем организме. Материнская плата нашего компьютера. Все. Вот если материнская плата компьютера полетела, весь компьютер можно, скажем так, что... В общем, не пригоден компьютер, он не работает. Вот примерно поджелудочная железа вот имеет такую функцию. Очень огромные и велики возможности поджелудочной железы. До конца не исследованы. И помните, здесь я скажу, кое-что, чего не должен говорить, но все-таки мы сказали, что поджелудочная железа с почками выступает самыми первыми органами, которые формируют онкологию в организме человека. Потому нужно быть всегда внимательным в состоянии поджелудочной железы. Потому что поджелудочная железа практически владеет всеми, простите, всеми законами Земли. Заметьте, я не сказал желудок, а поджелудочная железа. Если человек законы эти Земли, скажем так, исследует, изучает, познает, разумеет, умеет обращаться с этими законами Земли, то и элемент Земли, что у человека расцветает, человек находит себя в этой жизни. Если человек не обращает внимание на законы Земли, не хочет их исследовать, то, поверьте, придет время, вы еще окунетесь головой в это. Вы пройдете, начнете изучать это все. Но, знаете, когда я говорил о трех мирах, то четвертый мир – это мир времени. Вот дай Бог, чтобы вот эти все элементы, которые мы с вами уже рассмотрели, дай Бог вам время использовать с разумностью. Потому что в Библии, как написано, дни лукавы. Вот человек может вернуть все в своей жизни, кроме одного – времени. Вот дай Бог каждому человеку, для чего мы читаем лекции, для того, чтобы человек не утерял времени, чтобы он сегодня или завтра взял то, что – нужную информацию и воплотил реально ее в жизни. Вот когда он не потеряет время, начнет реально воплощать в жизнь, вот тогда он будет пожинать плоды. Вот то же самое, когда придет время для созревания плодов на земле, и человек будет восстанавливаться на земле, дай Бог ему не потерять время. Потому что, как говорят в жизни все мудрые люди, всему свое время, не спеши, сынок, придет время, твое еще время придет, не спеши, дочка, твое время еще придет, не время еще. Но вы не должны ждать этого времени, вы должны приближать это время знаниями вот этих всех трех элементов. И когда вы эти три элемента объедините в один элемент, хотя на самом деле, на самом деле я здесь отвлекусь и скажу вам, что на самом деле круг это абсолютная фигура, вот, и на самом деле не существует пять элементов. Существует один элемент, круг, совершенная фигура в геометрии, которая имеет ни начало, ни конца. Вот когда вы это поймете, то вы будете ежедневно, ежечасно пользоваться этими пяти элементами в удобное для вас время ни с гордыней, ни с какими осознаниями, и, конечно же, с разумностью, разумностью, с Божьим, с Божьей умностью, а не по своей прихоти, и с гордыней, и с тщеславием, и с лицемерием пользоваться этими элементами, потому что всем мы до поры до времени пользуемся. Вы помните, как бы человек ни лукавил, ни обманывал ближнего своего, рано или поздно, как аукнется, если такая поворка, так и откликнется. Итак, мы на этом закончим и скажем, что данный элемент Земли в человеке взращивается и очищается только тогда, когда человек занимается искренним поиском, здесь я серьезно, сердечным, искренним поиском себя. То есть он должен быть творческой личностью на Земле. Помните, слово «творец» и «тварь» одна буква всего лишь разделяет человека от Бога. Это буква «А». Не зря на нашей Земле все начинается в детском садике с чего? С алфавита. Так что алфавит вам в помощь, и все, скажем так, разумные открытия, разумная состоятельность вашей на Земле с помощью алфавита. С помощью алфавита. Не перебегайте с одной буквы на другую. Помните, всему свое время. Потихоньку. Тише едешь, дальше будешь. Ну а уже после элемента Земли мы посмотрим следующий, не менее коварный элемент, который относится к металлу. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.